Тематические ярмарки от Академии ремесел всегда востребованы, ведь благодаря им горожане могут порадовать себя любимых и угодить близким и друзьям. Придеть сюда всегда легко отыскать подарок, исходя из интересов, увлечений и даже характера того, кому они предназначаются. Брестские мастера любят удивлять, а вниманию покупателей самые разные сувениры. К дню семьи каждый из участников ярмарки подошел креативно. На прилавках красовались куклы-неразлучники, куклы-обереги, айс с младенцем, подушки с пожеланиями, покровитель дома и семьи домовой. Начиная от деревянных каких-то изделий, гончарных изделий, то есть то, что вот именно в семью, то, что можно использовать каждый день в быту, это гончарные изделия, это ложки, это чашки, это тарелки, это горшочки. Ведь как приятно сделать какое-то приятное кушанье вкусное, да, в горшочке, запечь вот в духовке и угостить всю свою семью, собраться за праздничным столом. Это есть деревянные изделия, начиная от разделочных досок и заканчивая там какими-то магнитиками, какими-то ложечками. Девять ремесленников областного центра радовали горожан накануне праздника. Увлеченные своим делом люди, вдохновившись темой семьи, создали множество необычных и то же время полезных подарков. Среди сувенирной продукции сладкие букеты, креативные подушки, колокольчики. Привлек внимание стенд с изделиями, изготовленными воспитанниками учебно-ремесленного центра «Особая жизнь». У нас работают четыре дизайнера и двадцать ребят-инвалидов. Идеи, конечно, приходят разные. Люди покупают и покупают с большим удовольствием. Так что у нас работа интересная. Изделия тематической ярмарки пришлись по вкусу горожанам. В свою очередь мастера и мастерицы обрадовались на плыв покупателей. И пообещали, что не перестанут удивлять брещан. Впереди не менее любимые праздники, а значит широкое поле для творчества. Следующее, ну, наверное, ближайшее, который будет еще праздник, это будет День инвалидов. Мы тоже не можем пройти мимо и остаться в стороне. Мы обязательно примем участие. Затем будет День защиты детей. Это обязательно будет День города, большое мероприятие, День независимости. То есть все какие-то мероприятия, которые проходят, мы пытаемся показать себя. Мы пытаемся доказать людям и объяснить людям, что все-таки ценность ручного труда и ручной труд, ручная работа – это очень важно.